Самым известным лауреатом 30-й юбилейной по счету награды имени князя Константина Острожского стал предстоятель Албанской Православной Церкви. Из уважения к возрасту архиепископа Тиранского и всей Албании Анастасия, которому идет уже 90-й год жизни, выдающемуся архипастрию и миссионеру и члены Редколлегии Православного Обозрения вручили награду во время визита в Тирану. Своего рода миссионером можно назвать и следующего лауреата – швейцарского священнослужителя отца Мишеля Кено. Православный богослов из Фриборга получил международное признание благодаря многочисленным работам, посвященным популяризации православной иконографии, как на Западе, так и на христианском Востоке. Отец Мишель Кено подчеркивает, что икона оказывает существенное влияние на духовную жизнь человека. Мы все созданы по образу Божию. Как золотую монету мы должны очищать его, образ Божий в себе, снова и снова. Мы должны понять, что мы призваны стать светящимися, воссиять, преобразить нашу материальную жизнь. Это очень важно, я думаю. И в то же время в наших отношениях с другими людьми мы по-разному смотрим на них. Икона напоминает нам, что мы творение Божие. Мы созданы по образу Божьему. Это значит, что даже если мы хотим кого-то отвергнуть, не воспринимаем кого-то всерьез, мы знаем, что все без исключения отражают этот образ глубоко внутри. Следующими на солью Свято-Троицкого собора за награды имени князя Константина Острожского вышли представители Союза православных журналистов Украины. Наши коллеги были отмечены ей за вклад в развитие журналистики и объективное освещение событий церковной жизни у себя на родине. Награды имени князя Константина удостоен и авторитетный польский радиожурналист Ян Смык, чьи репортажи и программы отмечены призами как польских, так и европейских профессиональных конкурсов. Ян Смык известен в Польше и как популяризатор духовного и культурного наследия родного Подлясия, активист братского движения, а коллеги его ценят за передачу профессионального опыта молодому поколению. Он никогда нам не отказывался, когда мы делали какие-то тренинги для молодых журналистов. Он помогает воспитывать нас тоже, когда надо говорить, что мы плохо делаем, где мы ошиблись. Но в таком смысле и так делает это, что это всегда очень полезно. В свою очередь Ян Смык высоко оценивает работу своих украинских коллег из Союза православных журналистов Украины, которые сохраняют профессионализм порой и в достаточно экстремальных условиях. Имеют храбрость, чтобы о некоторых темах открыто говорить и пускать это в эфир по электронике или по печати. И поэтому, когда я узнал, что они получат эту награду Константина Острогскую, награду журналистов, польских журналистов, то им будет такая помощь.